Вот тут я наснимал абрикосов. Я вас предупреждал, что будет лимонно-абрикосовый день. Вот это мне нравится, и вот это. Возьмем область. Хотя, в принципе, можно это только взять. Окей. Берем. Но сначала выровняем. Так, выровняем. Выровняем, это все равно. Открыть изображение. Вот так. Как я вам обещал, мы сейчас будем с вами... Так. Сначала поправим все. Вот так вот. Будем превращать это дело в картину. Так. Но с соблюдением пропорций, конечно. Вот так. Сразу же предупреждаю, что эта штука навряд ли пойдет для каких-нибудь шаттеров, стоков, потому как они не любят такое принимать. Это точно. Так. Вот так мы ее скадрируем сейчас. Сображение. Так. Кадрировать. Кадрировать. Все. Скадрировали. Отлично. Сразу же уберем ненужные нам артефакты. Такие как вот этот. Да. Сделаем сначала обычные. Подвинем сюда, довезем. Вот так. А это с помощью заплатки уберем. О. Неудачно было. Так. И этот. Сначала все приведем в аренок. Тут где-то есть царапины. Сейчас мы их тоже уберем. Где-то у нас инструмент. Устанавливающая кисть. Так. Устанавливающая лечащая кисть. Есть. Там что-то еще такое белое валяется. Непонятно. Уберем на всякий случай. Все. Готово. Вот. Теперь давайте сначала приведем ее вот в то состояние, в котором бы мы хотели ее, допустим, продать. Да? То есть мы сейчас это высветлим. Вот так, допустим, да? Так вот. Ctrl-I. И берем... Мне почему это больше нравится? Мы можем управлять. Вот я люблю, когда чем-либо я могу управлять. А не так, как мне подсовывают. Так. Так вот так. И здесь с этой стороны тоже посветлее. Вот. Вот. Ого. Мы сделаем сейчас на листьях пару пересветов для этого. И тут вот. Вот так. Хорошо. Пошли. Сюда. Так. Далее пересвет сделаем. Вот такой. Для чего? А вот для чего. Вот так. Листья заставим светиться немножко. И тут вот. Чуть-чуть. Вот так. Хорошо. Это у нас получилось. Это у нас все замечательно. Все хорошо. Так. Теперь давайте переведемся в Ctrl-Shift-Alt-E. Перейдем на дно. Ну. Добавим какие-нибудь кракелюры. Давайте их добавим. Да. У нас эти кракелюры. Вот они. Так. 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 Ага. В этом случае ни в коем разе. Во-первых. Делаем новое слово. Раз. Раз. Переводим на черное. Два. Увеличиваем количество. Три. И делаем вот так аккуратненько. Раз. И два. И ерунда получилась. Почему ерунда получилась? Ну, слишком большая. Почему нам такие трещины? Нам будут поменьше что-то такое. Вот так вот. Развернем сейчас. Где тут у нас. Вот так вот. Вот. Здесь делаем кракелюры. Ну, здесь. Ну, а лучше ее сделать немножко по-другому. Вот так, допустим. Да. И убираем непрозрачность. Вот так вот. Просто пусть будет немножечко. Можем попробовать наложение сделать. Сейчас. На обычном. Я попробую наложение сделать. Будет ли она лучше непрозрачность. Это я не могу гарантировать. Ни один из способов не дает такой эффекта, как прозрачность и непрозрачность. Убираем. Вот так. Оставляем чуть-чуть. Все. Ага. Вот так. Можем наложить какую-нибудь текстуру, но у меня текстуры нет. И что мне еще не нравится, вот повышение вот этой. Я бы такой, чтобы немножко ее прибрал. Ну, вот так, наверное. Вот так. Да. Окей. И вот это место. Высветило, а то оставил. Все. Вот так. Раз. Еще раз смотрим. Возможно придется. Не удивляйтесь, что я столько уделяю внимание вот таким, казалось бы, мелочам, да, как освещение. Это очень много влияет на достоверность, что вам доверяет. Что это действительно было так. Непрозрачность 100. Листочек – это перебор. Вот тут вот. Вот тут можем сделать все. Смотрим теперь. Да. Теперь это уже похоже на картинку. Так. Вот так еще сделаем чуть-чуть. А вот тут надо затемнить. Для этого делаем коррекцию в другую сторону. Вот так. Ага. Улучшаем. И то же самое здесь затемняем. И убираем. Вот так. Все. Теперь Ctrl-Shift-Alt-E. Вот. И будем заниматься следующим сейчас. Так у нас вроде бы все работает. Теперь нам надо сделать копию и перевести ее в черно-белый. Нам нужны контрасты. Вот так. Мы видим, что не пересвечиваем желтый с этим, не пересвечиваем угенцы с зеленым. Тут тоже добавляем маленечко. То есть мы делаем сейчас черно-белую красивую картинку. Улучшить это. Так. Вот. Видите, можем выбрать. Контрастный. Так. Полное течение. Где-то приберем, где-то уберем. Вот так. Зеленый. На зеленый немножко возьмем. Ну вот где-то примерно так сделали. Ага. Да. Хорошо. И соединили. И вот этот. Теперь берем обычный и ищем нужную нам контрастность. То есть мы сейчас присвоим. Темнее? Нет. Мягкий свет. Жесткий свет. Яркий свет. И мими. Это все не то. Это все не то. Сейчас еще раз, ребята. Затемнение. Ну можно использовать затемнение вообще-то. Сейчас я посмотрим. Вот так и так. Нет. Затемнение все-таки слабовато. Сейчас посмотрим, что еще мы можем сделать. Так. Перекрытие и непрозрачностью поиграть. Так. Вот, наверное. Да. Можем вот так сделать. Ага. Так. Выводим опять наверх. И вот тут. И вот тут, ребята. Мы сейчас пойдем в фильтры. Понимаете? Все вот эти фильтры, галереи фильтров, это полная чухня. Сейчас мы уменьшим. Ну вот смотрите. Допустим, стилизация. Что здесь есть? Губка, пастель, сухая кисть, риска, цветные карандаши, шпатель, океанские волны. Все это полная ерунди. что значит штрихи и этот темные штрихи то есть если мы попытаемся воспользоваться вот этими то это будет полная ерунда я вам точно говорю что что ничего хорошего масляная живопись давайте посмотрим масляная живопись размер кисти и выглядит она ужасно сейчас она просчитает а какая-то масляная живопись размытая трень поэтому этим пользоваться не будем мы с вами будем имитировать как бы ну сейчас я попытаюсь свою мысль высказать реалистическую живопись супер реалистическую живопись то есть нам нужен флэр налет как бы такой да посему фильтр так мы возьмем фильтр масляная краска вот перейдем на какой-нибудь момент такой масляная краска допустим да и тут можем играть стилизацию чистоту масштаба масштаба я не знаю что это такое сведения о щетине хороший перевод сведения о щетине да хорошее сведение о щетине нечего сказать давайте на листьях посмотрим как это выглядит так вот на листьях это очень интересно видно так стилизация но вот так где-то сделать стилизация понимаете нам надо добиться того чистота что супер реализм но масляная краска да масштаб не знаю освещение мы вот правильно освещение вот этот освещение блеск а зачем такой блеск да мы же ван гоги мне нужен такой блеск может быть один процент или 0 5 процента и говорим окей и ждем немножко так и видим что у нас как бы покрылась все такими мелкими масляными мазками но это то о чем я вам и говорил отыграем назад еще раз фильтр стилизация масляная краска и посмотрим что значится стилизация вот чистоту надо добавить стилизацию так вот добавить масштаб масштаб добавить ну слишком много это масштаб теперь я понимаю что по масштаб сведения щетине я не знаю а сведения щетине кисти вот что такое я щетине или что так вот так теперь попробовал вот и теперь чтобы у нас не не было вот это вот чухни как бы автоматическая да сейчас я опять скажу то есть вот наша краска да сверху лежит сейчас я поближе подведу вам покажу то есть вот так смотрите на особенно листочках вот листочки мы как бы сильно трогать не будем непрозрачность уменьшим потому что у нас вот здесь лежит нормальный слой видите так и вот сейчас уже начинается похожесть но мы поставим туда маску возьмем опять нашу градации деградации попробую как бы смягчить вот эти вот ведь везде которые далее не хочу чтобы они масло было везде хочу чтобы она где-то на краях было видно было что но художник типа постарался и взял и сделал тут еще дополнительные мазки чтобы придать работе достоверность да ну все-таки это масляная краской поэтому где-то что-то все равно осталось и это правильно но где-то больше он такой реалисты на везде добавил пятнышков там и тогда и тому подобное вот здесь все хорошо здесь все хорошо после этого мы можем еще раз соединить все так и применять еще нас любимый способ вы знаете какой-то способ то есть он сейчас сделаем такую штуку инвертируем заполним обратите внимание я нажимаю x да и изменяется вот этот я не беру никаких заливок я делаю так вот я кистью сказал что надо черным залить потом за и же зажимаю control и нажимаю эту стрелочку большую которая не так называется мама закрывает на клавиатуре то большая стрелочка назад ход типа назад лично теперь делаем непрозрачность естественно на 19 достаточно будет и регулируем деформация не сначала мы сделаем так у меня увеличим так увеличили и теперь делаем деформацию информация вот отлично замечательно хорошо сделали справились еще раз наверх он долго считает когда такая деформация то он начинает долго считать наверх сделали да и теперь ставим сюда еще коррекцию и добавляем света так помните не обращая внимание на пересвет и углу добавлять только там где это нам нужно control и делаем черную маску берем этот говоришь они прозрачность 50 процентов и вот тут мы уже начинаем рисовать действительно то что нам нужно вот это пятно было лишнее секунду это убрали а вот здесь добавили немножко вот так прозрачности в итоге мы получили такую работу с флэром живописи в то же время это фотография но как бы нет неправильно выражаясь я говорю о том что мы видим мазки до небольшие большего тут тут как бы там где художник посчитал не нужно это исправлять ничего так красиво все это же время на листьях мы видим это то есть он не мог каждую жилку прорисовать поэтому нарисовал вот так кисточку убрался общительного с вами доделали что защите на щетины щетиной щетиной чего ребят то есть проходим еще по тем местам которые как бы нам супер реализм это не особо нужны какие-то пятна да еще что-нибудь будучи художником я бы тоже как бы добавлял тут всякие разные вещи но в пределах нужного в итоге вот мы получили с вами такую картинку единственное что вот это мне не надо ставите она реализм хорошо но когда он выточенные червями до этого не хочу я понимаю когда отгрызенный кусок да а внутри мне как бы не очень кажется красивым когда внутри есть такие зены то есть точно которые сделали эти гадские насекомые смотрим но тут дырку можно оставить она как бы симпатичная вот эти два закона здесь тоже видите как бы я оставлял вот здесь такие мазки да но в то же время кое-где убирал там где художник проработал более скажем так тщательно так и есть и у нас на дереве нет нужной нам текстуры так это что счет было нет нужной нам текстуры то мы можем в принципе выделить эту часть и еще раз ее пройтись с помощью этого фильтра или есть еще один фильтр я его как-то подзабыл немножко сейчас секунду попробую вспомнить как этот фильтр называется диффузия так и население так стилизация вот она и вот здесь надо ставить анизотропный маке но в этом когда такая большая много не даст нам поэтому мы сейчас повторим скорее всего масляную краску повторим и обратил внимание вот на это а скажем окей посмотрим а угу-угу-угу-угу-угу так и еще раз так и еще раз так третий раз кто любит вот такие вещи может остановиться на этом он не нужен был только в поп поэтому я это затемняю и иду проходить с помощью кисти здесь белая кисть кисть ли это вот кисть я покажу по полу пол пол не интересует основной не интересует пол а это мне не очень интересует ну как я сказал ребята мне нужен флэр то есть налет кому-то если интересно вот такое в стиле ван гога что-то да ну пожалуйста но только это не мое я как бы хочу вот а так прозрачь надо 15 я вот здесь сейчас и все это уберу с чем не так вот так и вот так вот так и вот так все это уберу так так сейчас мне показалось что слишком мы черные сделали углы найдем посветили у нас такие были с самого начала поэтому с этим надо тоже быть немножко побороться чтобы не было таких темных углов это перебор так сделаем вот так да вот так затем не с помощью вот этой нашей волшебной кружочка оставляем только там где нам это нужно нужно это нам по углам тарам 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 татам и еще я вижу косяк в том что перестарался с листьями яда перестарался так сейчас посмотрим где у нас листья были нормальные вот здесь они были нормально видите увлекся и пролетел ну так как он с вами в фотошопе мы всегда можем это делать поправить таким образом непрозрачность 50 процентов и кое-где вот это вот уберем сверх яркость и смотрим да пускай здесь будет освещено а здесь так будет крайнем случае мы всегда можем растушевку посмотреть вот так ребят вот так будет все в порядке так вот я и оставлю это дело спасибо за внимание 25 минут мы потратили но получили именно такой натюрмофт который я хотел всего доброго вам друзья